Помогают, обучают и делают жизнь ульяновцев лучше. Некоммерческие организации давно стали частью нашей жизни и экономики. А зачастую они выступают инициаторами социальных реформ. День полезного человека, или, если точнее, день общественного активиста, волонтёры отмечают на работе. Их лично поздравил глава региона Алексей Русских. Заодно обсудили планы на будущее, господдержку и грантовую деятельность. Выполняете очень важную социальную функцию. Мы проявили себя, естественно, в времена COVID-19. Будет тяжёлое время. Не боялись заходить в квартиры к больным, хотя на тот момент болезнь была ещё не изучена. Распространение вируса удалось остановить. Но помощь волонтёров никуда не делась. Активисты также помогают малоимущим, многодетным пенсионерам. К этому добавилась и помощь военным на СВО. В благотворительном сообществе «Тыл-73» как раз собрали несколько грузовиков помощи. Вот сейчас вы посмотрите, то, что наши жёны собрали, неравнодушные жители города, области забрали. Плюс ребята даже сейчас пенсии привезли, большое количество грузов. Завтра мы ещё попутно загрузимся в Новоспасском районе. Там ребята приготовили. В общем, машину мы забьём, заявку, которую они вам предоставили, мы выполним. В сообщество «Тыл-73» организовали заботливые женщины, решившие поддержать своих мужей и других бойцов, вступивших в ряды батальона «Ульяновск». С тех пор к ним присоединились десятки таких же неравнодушных. А вот некоммерческая организация «Профи-центр» уже не один год помогает малообеспеченным семьям и детям-сиротам. Педагоги-волонтёры дают бесплатные уроки по всем предметам. В этом году проект «Ульяновцев» вышел в финал международной премии «Мы вместе». А как рекламу даете? У нас, на самом деле, везде развесили афиши, где могли. В школах, в учреждениях СПО, в вузах, для того, чтобы как раз целевая аудитория об этом узнала. Естественно, средства массовой информации, соцсети привлекаем, да, и телеграммы, ВКонтакте, везде, где возможно, где есть наша молодёжь. Стараемся им об этом рассказывать. Кроме этого, главе региона показали работу Коррекционного центра семейной психологии, где помогают детям с ограниченными возможностями здоровья.